Всем привет дорогие друзья и с наступающим вас праздниками и новым годом. Сегодня вашему вниманию будет необычный обзор игры, которая вышла еще в 2008 году в России. Она заняла свое место в сердцах многих, но, как оказалось, не в моем. Я очень долго ходил мимо этой игры и благодаря, не знаю, случаю или 2020 году меня туда пригласили. И вот я здесь. И, честно сказать, мое удивление имело место быть. Как я сказал, игра это довольно-таки старая, но все-таки все, что я в ней увидел, я вижу сейчас в современных MMORPG. В частности, в ту, которую я сейчас активно стримлю и пишу по ней гайды. Вашему вниманию R2 Online. Сегодня я вам расскажу про нее, что из себя представляет игра в 2020 году, какие есть новшества, какие улучшения. И поделюсь с вами своими мыслями об этой игре и в конце подведу итог, стоит ли попробовать поиграть в нее в 2020. Поехали! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова И обзор этот я бы хотел начать со своих личных впечатлений. Буквально три дня назад я решил скачать и поиграть в R2 Online на стриме. И думал, что реакция моего комьюнити будет неоднозначной, скорее всего, даже больше негативной. Но я знамял этот цикл стримов как ретро-стримы именно. И что же я увидел? Я увидел максимально позитивную реакцию моих ребят. Твич-чатика на Твиче и в частности. Потому что огромнейшее количество людей играли в R2 Online. Даже я немножко был обескуражен. И до сих пор для меня это как-то, знаете, честно говоря, является каким-то таким вау-эффектом. Но мы продолжили стримить и начали изучать игру. Игре уже, получается, у нас 12 лет. Это довольно-таки большой срок для MMORPG. Особенно я бы хотел подметить, что это довольно-таки большой срок для MMORPG в России. И комьюнити обычно многих игр, они формируются на ранних стадиях. И бывает, что многие из них как-то медленно, наверное, они пропадают. Придя в R2, я увидел активное комьюнити не только в самой игре, но и на Твиче. Как вы знаете, что для меня стрим это одна из моих основных работ. И в частности, я говорю, всегда контактирую, стараюсь с аудиторией узнать что-то новое. И я узнал. Комьюнити R2 показалось мне очень приветливым. И, во-первых, почему это было странно? Это максимальная PvP игра, где основным являются две кнопки на панели, которые свайпаются через Shift-Tilt. И на обеих обычно ставят телепорт. Это цитата одного из игроков. Но, видать, я не скажу, что я их очаровал. Возможно, просто у них и новый человек был. Может, они не хотели меня расстраивать. Но я получил максимальное удовольствие от нахождения вместе с ребятами в чате. Много было подсказок. Помогали. Рассказывали, какие сейчас особенности в игре есть. Почему в нее еще играют. Их много. Есть и негативные, конечно, моменты. Чего уж там греха таить. Я, в принципе, все их озвучивать на обзоре не буду. Для тех, кто знает их прекрасно. Но, судя по тому, какое количество человек играет в эту игру, я вижу здесь и позитивные моменты. И меня это насторожило. Ну, 12 лет в игре. Недавно было слияние серверов. Я сейчас играю на сервере Югенс. Это считается одним из самых первых серверов, одним из самых старых. Здесь же и количество гильдии. Активности происходят постоянно. Народ. Я его не прекращаю видеть. Даже на спотах. Думаю, что? Почему? Почему так эта игра хороша? Пока я немножечко не порылся в суть. А суть в следующем. Компания, которая создала R2 онлайн. Она называется Webzen. Корейская компания. Она была и издателем. И непосредственно разработчиком этой игры. Как вы видите, есть интересные особенности. Которые заметил я сразу. Не показывается атака. Не показывается, в принципе, показатели атаки. Заточка, которая фейлится. Которая мне начала напоминать сразу линейку и Рагнарог. И вообще, в принципе, вот именно некоторые моменты. Я начал, в принципе, задумываться. А почему мне это так похоже? И мы начали настримить и сразу гуглить. Что мы выяснили? Выяснили, что Webzen компания была издателем игры C9. C9 – это один из самых первых проектов компании Perlabis. Они же, которые BDO. И вот если моя, в принципе, аналитика верна. И это, в принципе, частая практика во многокрупных компаниях. Ребята с Webzen, скорее всего, работали, ну, уже в компании Perlabis. И работали над созданием других проектов. Которых мы знаем, как Black Desert Online. И очень многие фишки спустя годы перекочевали из этой игры туда. И этих фишек оказалось, извините, слишком даже как-то много. В частности, касаемо PvP. Касаемо скрытых стат. Вспоминаем BDO 2015 года. Да, и вообще всего прочего. Сейчас, конечно, все по-другому. И политики партии меняются. Но вот это сходство меня, честно говоря, ну, прям откровенно обескуражило. Я был приятно удивлен. Это не был негативный оттенок. Наоборот. И в итоге интерес к этой игре у меня появился все больше и больше. А вот касаемо людей, которые в нее играют. И вообще ответ на вопрос. А почему я должен был в нее играть в 2020 году? Я сейчас попытаюсь вам рассказать вкратце, что здесь есть. Почему стоит хотя бы просто попробовать зайти и побегать. Если вы здесь ни разу не играли. Ну и в целом. С чего бы хотелось бы начать, рассматривая эту игру? Обычно, когда заходишь в новый проект, у тебя начинают просто разбегаться глаза от обилия всего. И пусть эта игра старая или новая. В любом случае, ты не понимаешь, со что тебе браться. И очень здорово, если есть определенные гайды. Здесь они присутствуют сразу. Меня даже навели, так сказать, на определенный этап квестов, которые мне нужно как новичку было проходить. И это, в принципе, оказалось несложным. Интерфейс, конечно, здесь уже, понятно, давно не новый. И не блещет какими-то сверхъестественными ноу-хау. Но он неплохой, в частности. Интуитивно понятен. Здесь, в принципе, представлены какие-то одни из частей, что я вам хочу показать. Это и создание предметов, и количество каких умений с дополнительными вкладками, и сам персонаж. Из того, что я увидел за несколько дней. Из того, что мне рассказали ребята, чем в основном здесь занимаются. Формят серебро. Игра очень задротская и требует большого количества ресурсов. А PvP-шится. Это, естественно, куда же без этого. Я же говорю, одна из таких сильных фри-PvP игр, которые я видел. Потому что PvP начинается почти тут с самого первого уровня. Тебя могут прийти и убить. Но это, как говорится, на совести Гангера будет. И, естественно, осады. Осады я посмотрел в прямом эфире. Есть ребята-стримеры, которые их освещают. Выглядит это, конечно, так же, как немножечко жестко, как те, кто видел мои осады в Рагнарке. Или вообще видел, когда я показывал, как это все происходит. Но в целом это увлекательно. Потому что здесь происходит именно PvP. Это для многих одно из важных факторов вообще нахождения в этой игре уже столько много лет. Но здесь есть, помимо PvP, еще очень много PvE активности. Я же говорю, фарм здесь непрекращаем. Я для себя обнаружил такую вещь, как крафт. Естественно, создание предметов. Насколько актуально оно сейчас. Я думаю, в принципе, вам больше подскажут в комментариях более профессиональные игроки. Но он здесь присутствует. От оружия до питомцев. Питомцев можно скрафтить. Это, конечно, для меня нонсенс. Я так понимаю, это все-таки не питомцы, а морфы для питомцев. Или что-то такое. Но когда я полез во вкладку умений, чат, я просто с ума сошел. Обилие всего, что здесь предоставлено. У меня... Я такой, за что мне хвататься? Что мне делать? Здесь и общая древняя, и грева духов, и тотемов. Это касаемо класса моего призывателя. И древа гильдии, которая является гильдией здесь основополагающим... Как говорится, является звеном в усилении персонажа. И создание особых умений здесь присутствует. И древа питомцев. То есть у питомцев есть свои скиллы, по которому ты их направишь, потому он и пойдет. И свои личные умения, которые ты также прокачиваешь с помощью книжек, которые покупаешь у НПЦ. И временные умения. И как это все много, думаю. Боже мой. Ну, потом приходит человек и говорит... Не переживай, Юга. Ты, говорит, в горничную хотел, говорит, перевоплотиться и фармить с ней. На, собственно, пожалуйста, такой... Что? Как бы... Кого? Я говорю, горничной? Они такие, да, горничной. Ну, и после у меня вопросов, в принципе, не было. Здесь огромное количество так называемых перевоплощений. Есть люди... Ну, соответственно, перевопло... Как бы это коломбурно... Как это ни звучало. Коломбурно перевоплощается и перевоплощается в различные формы. Они есть временные, есть бесконечные. И это из-за самых таких интересных, уникальных для меня фишек игры, которые я увидел. Подобные перевоплощения я встречал только в одной игре. К сожалению, она закрылась. Это было Iris Online. С помощью карт можно превращаться было в мобов. Там давало это дополнительные статы, бафы, которые у тебя оставались от перевоплощений и всего прочего. То есть здесь это также является одним основным... Основных фишек. Ты тут даже можешь, простите, в мобов перевоплощаться и бегать в образе мобов. Я, честно говоря, немножечко опешил от того, что я узнал. Потому что для меня это было нонсенсом. Я такой, что, зачем и почему? Ну, сказал, да, здесь так можно. Здесь ты можешь вот и в такого товарища превратиться, и в такого. И, я не знаю, или просто в своем образе побегать. Но сам факт того, что здесь это все выглядит очень дарьки красочно. Еще раз говорю, что на графику не стильно так давите, потому что игра 2008 года. Вот. Перевоплощение. Опять же, касаемо самих персонажей и заточки, здесь она очень хардкорная. Броня ломается уже на плюс 2. Оружие безопасно точится на плюс 3. Аксессуары есть временные, есть постоянные. Есть, соответственно, питомцы. Сферы мастерства, которые также протачиваются с возможностью их сфейлить. Ну, и трофеи. Вкладка для меня неизведанная, но она все-таки присутствует. В общем, полноценная ММО-РПГ. Со всеми ее вытекающими, как говорится, последствиями в тот или иной хардкор или лайт. В общем, как вы поняли, обилие активностей в игре, о которых я даже еще не рассказал, их просто запредельное множество. Но сегодня я хотел бы вам сказать, что если вы хотите заполнить пробелы знаний своих в ММО-РПГ, и у вас есть перед Новым годом или после Нового года время это попробовать, 22-го числа, ну, сегодня стартовал новогодний ивент «Новогодняя магия». Я пытался вообще сегодня прокрутить этот ивент в голове и посмотреть, какое огромное количество здесь активностей. И есть, естественно, прекрасные стандартные рулетки. И есть мешочки, подарочки под елочкой, все это присутствует. Но из интересности, что я для себя вывел, это вот этот ивент, ивент, ивентовое оружие, экипировка у НПЦ «Мари» является аналог существующему. И можно уже, в принципе, попробовать взять то или иное оружие и посмотреть, ну, статы его здесь также прописаны, и уже побегать вместе с ним. То есть, немножечко выйти на уровень игроков, которые в этой игре уже очень много лет. Хотя бы просто для того, чтобы полупить мобов. Это было гораздо легче, это не доставляло вам дискомфорта. Потратив на это, в принципе, неогромное количество времени, судя по тому, что с ребятами говорил, это достается довольно-таки очень просто. И уже дает возможность влиться в сам игровой процесс. Ивентовые бафов, ежедневные задания, огромное количество. И елки, и новогодние воры, и сугробы, и дополнительный еще магазин со всякими ивентовыми плюшками. Тут можно просто устать делать новогодние ивенты. И самое главное, здесь идет новогоднее ивентовое перевоплощение в Ледяную Королеву, которое, как я понял, может остаться у вас навсегда. При условии, что, я не знаю, вытащить его из рулетки или как оно... То есть, ее нужно развить в свою новогоднюю магию. То есть, ивент, сам новогодняя магия, включает абсолютно все активности. И чем больше у тебя активности, тем, соответственно, шанс составить это перевоплощение в себя гораздо больше. Вот. Такая вот у нас игра R2 Online. Хотел бы подвести итоги из того, что я увидел, из того, что я для себя понял. И... Попрощаться. R2 Online. Игра, о которой я услышал дважды в жизни. В 2008 году и в 2020. Меня днем с огнем не затащишь, в принципе, в ретро-игры поиграть, но, как показала практика этого раза, это ошибочно. И, в частности, ошибался я сам для себя. Старые игры стоят в себе очень огромное количество не только ностальгии, но и, в принципе, классных механик, которые, к сожалению, в современных играх нереализуемы. И, возможно, того, что вы ищете, находится именно там. Заставлять вас играть в R2 Online я, конечно же, не буду. Но попробовать ее порекомендую. Я в описании приложу ссылочку. По ней вы можете просто пройти и зарегистрироваться. Ничего там, в принципе, сложного не надо. Денег от вас не требуется никаких. И ввести в мир R2 Online. А если вам понравится, мы проведем еще повторные стримы по этой игре. И побегаем уже в самом мире вместе. Сервер у меня называется Eugeness. Это первый сервер. Так что не промажьте, чтобы мы оказались на одном сервере вместе. Новогодние праздники приближаются. И, надеюсь, елки у вас так же наряжены, как уже в играх. А с вами был Юга. Небольшой коротенький обзор игры R2 Online для вас. Всего хорошего. И не забывайте написать комментарий и поставить лайк. А в комментарии напишите, играли ли в R2 Online и как долго. И что бы хотели видеть в этой игре, если в ней играете и сейчас. До скорых встреч на просторах Ютуба и Твича. Пока-пока.